привет всем друзья с вами алексей мой канал обзор товаров с китаем друзья сегодня у нас на распаковке вот такая вот посылочка это сайта moiler.com и как вы уже поняли по описанию по всему что это китайский чай так кому интересно вес 586 грамм здесь написано три товара каждый оценен в 322 общая то есть 7 долларов посылка пришла за 23 дня очень быстро и молор упаковал и давайте-ка же раскрывать и смотреть что же там для вас я заказал подготовил соскучился я уже по чаю блин хочу чай распаковывать всегда насчет китай-чая многие мне пишут друзья скоро будет я думаю небольшую там такую систему сделать все будет не волнуйтесь и так упаковано как всегда все на высшем уровне так значится в нас встречает вот такая вот презентабельная коробочка можете посмотреть очень красивенькая то есть если вы захотите подарить вот это очень круто потом здесь вот такой вот блинчик и вот такая вот точь обычная коробочка так коробочку спрячем из чего же начнем давайте-ка начнем с коробочки вот этой здесь у нас написано керамика да даже ни в одном месте и это гайвань друзья я очень люблю посуду это то наверное почему это всегда восхищаться чем я буду я буду хотеть себе очень большое обильное количество посуды какие у меня претензии к мойлеру по этому поводу наверное в том что у него про посуду написано минимум то есть даже не написано а только фотографии ну вы понимаете что это не совсем удобно для новичков например ну я например хочу знать сколько объем у гайвани из какого она материала там может я не знаю каким мастером если она вообще мастером выполнена или на каком заводе гайвань стоит 13 долларов хорошо очень упаковано ничего не повредилось бывают двух видов я заказал блю как там он так назывался можете наблюдать вот такая вот сейчас вам поближе покажу такой красивый цветочек сделана на из керамики вместе с каким-то глиняным покровом смотрится очень гармонично красиво такая очень приятная блин ну просто офигенная молочная внутри я доволен смотрится просто презентабельно будет на моей полочке смотреться отлично удобная нижняя вот это как ее назвать то тарелочка и внизу естественно китайские иероглифы присутствует какого-то мастера мы прольем наши чаи в ней я поделюсь своим мнением и так дальше дальше у нас точа идет завода минхаевская по моему в 93 стоила на около 9 долларов 100 грамм 2010 год был заявлен и он даже загнался здесь и упаковал все в пупырку все как нужно давно я точно такие не покупал он так да естественно вот можете видеть килограмм к есть кто-то жаловался ну как жаловался даже немножко наезжали на меня что ты заказываешь фейковый чай то есть у него фейковый чай друзья я с такой позиции если мне чай нравится то есть я его заварил он мне понравился то я его буду пить и не важно он фейковый или не фейковый не главное чтоб он нравился мне если это фейк и он не нравится я буду если это не фейк не знаю это как бы мой принцип и смотрите сами конечно у каждого свои какие-то загоны может поэтому хочется естественно оригинала я согласен уберем сторон хочется оригинала там всего такого но сами понимаете и так нас встречает точа прессовка плотная и очень вкусно ароматно пахнет немножко необычно познакомьтесь большая 100 граммовая пахнет очень приятно для шу-пуэра да и год 2010 попробуем и заценим и друзья немножко новиночку для меня заказал блинчик белого чая завода цайчен возможно вы даже о таком заводе не слышали я тоже недавно нем очень услышал видел что они делают не только вот белые чай и он делают делают и пуэры и многим нравится их пуэры вот это белый чай по внешнему виду по описанию естественно не понятно что за он вот такой вот блинчик 2017 году спрессован и скажу что по внешнему виду кстати вот тоже такая вот наклеечка присутствует здесь на блинчике написано цайчен пуэрте 100 грамм она вот этот завод сформировался где-то в 2000-х годах я говорю и всем нравятся их пуэры и шуэшена я почитал отзывы так что я думаю надо будет как-то попробовать их блинчики красиво очень упаковано и по внешнему виду он похож на серебряные иглы так называемый блинчик очень красивый он просто восхитительный а по аромату ворс виден никакого мусора он просто волшебный друзья посмотрите это просто это сейчас просто полетит сразу же в instagram он просто круто выглядит да насчет цен я так гайвань 13 долларов это 8 9 долларов этот по моему 12 долларов блинчик белого чая ворсинки все как надо да по внешнему виду никаких претензий друзья и аромат восхитительный белого чая давно его не пил даже приятно держать в руках как будто держишь какую-то материал бархатный все вообще очень круто вот такая вот друзья у нас сейчас распаковочка пойду подготовлю нашу площадку для заваривания чаев сразу же гайвань проверим прольем на этом все ждите так давайте начинать начнем же естественно с белого чая наверное помните что насколько бы это странно не звучало но в чае как и в алкоголе то есть подымается градус так сказать от менее ферментированных к более ферментированным так белый чай пока наши гайвань разогревается помните естественно еще один фактор что белый чай заваривается где-то около 80 градусов водичкой чтобы все полезные свойства не убить в этом чае это наверно не единственный минус белого чая потому что покуда его заваришь такой весь а гайвань такая громкая я думаю мы с вами снова встретимся наверно на третьем проливе потому что пока я все пролью попробую вот естественно да это наверное серебряные углы очень приятный такой весенний аромат цветочки даже ландышем для меня пахнут очень необычно естественно я сейчас буду его проливать а вы подождете пока я пролью до третьего пролива поделюсь своим мнением вот он долгожданный третий пролив давайте сливать кто помнит по поводу вот этого лепестка лепесток этот не без минусов он уже начал рваться прошу заметить если вы приобретете себе вот такой вот лепесточек то очень аккуратно его мойте ведь мой уже покрасился и когда вы тщательно хотите промыть его то вот эти волокна все разрываются у меня вот тут уже волокна все разрывались то есть так вот посредственно ситечком и давайте пробовать наш белый чай еще не люблю такой небольшой минус 100 граммовых блинчиков о том что они очень быстро заканчиваются так сразу скажу что если вы мало пили белый чай или вообще в принципе его не пили то вы можете с первого чай пить и даже может с пятого не сразу его понять очень мягкий вкус цвет настой вы можете наблюдать с другой камеры очень такой еле желтенький очень видно настой по вкусу знаете похож на такой недозаваренный так сказать может зеленый чай чтобы вам было более понятно нотки присутствуют более конечно же цветочные не могу сказать какие именно чай очень легенький как и аромат такое чувство что вы вот взяли не знаю нарвали цветочков кинули их заварочку подержали и вот наслаждайтесь ароматом сладенький такой никаких никаких кислинок лично в этом чай нет лично я доволен этим чаем но немножко могла быть цена поменьше то есть для белого чая 13 долларов я считаю что это дороговато хотя бы долларов 10 за 100 грамм и это была бы хорошая цена вот так для знакомства советую переходим на шу пуэр пока я беленький допью тотчас прессована плотненько очень трудно ее расковырять и когда расковыриваем все это превращается в пыль вот он и третий пролив можете наблюдать сколько пыли пролилась не пролилась через наша ситечка но это я так так сказать расковырял точу неудачно но думаю что это нам никак не повлиять наш вкус и так вот он пролив не совсем цвет нефти черный цвет просвечивается и давайте-ка знакомиться и смотреть что же нам точа от минхая нас удивит аромат классический аромат шу но более приятный не такой грубый так назову по вкусу также не совсем классический не такой грубый есть чем удивить присутствуют различные интересные нотки например не как в подсомахах в заводах айвань там вот он такой грубый а этот такой более мягкий даже не такой тягучий отлично подойдет мне кажется для знакомства людей именно только шу то есть не прямо что они уже ну раньше пили шу пуэр а именно вот только только для первого раза он не такой терпкий и по аромату не такой назову это смешно ядреный и он не так отпугнет ваших друзей в первом так сказать в первой дегустации данного чая считаю за так он 8 долларов стоит в принципе за 100 грамм неплохая цена можете приобретать смело и скажу что по моему другого года уже немножко идет другая упаковка в 93 так что можете тоже не очень беспокоиться по этому поводу так что вот такие вот чаи за свою цену гайвань тоже доволен друзьям но такая вот распаковка думаю что не совсем вам скучно было смотреть этот видосик на этом все смотрите выбирайте чай и покупайте потому что чай наше все пейте только чай и все будет у вас отлично на этом все подписывайтесь на канал ставьте большие пальцы вверх называйте про instagram twitter и группу вконтакте пока друзья всего вам доброго всем спасибо всем пока